Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря наконец-таки стоящие релизы по американской экономике, на которые точно мы обратим внимание, которые допускают станут источником повышенной влатильности доллара. Хотя может быть американская валюта уж точно в последние дни явно не нуждается в дополнительном топливе для роста, потому что и без него прекрасно справляется с задачей обновления новых многомесячных максимумов. Как бы то ни было в 12.30 ждем данные по заказам на товары длительного пользования. В США вполне возможны сюрпризы. Я имею виду выход довольно неплохих данных по компонентам и в целом отсчета, что может придать дополнительное ускорение курсу американского доллара. И сегодня также традиционный для среды отчет по запасам нефти в США от администрации аналитической информации в 14.30 по GMT. Нефть отбилась от локальных минимумов, корректируется. 93.22 текущие котировки. Если статистика сегодня не подведет, и мы увидим очередное снижение запасов нефти в США, вероятность этого крайне высока, то тогда у покупателей будет локальный фактор поддержки, чтобы приблизиться снова к сопротивлению 95 долларов за баррель. Индекс доллара текущей котировки 105.97. Можно уже по сути констатировать тестирование сопротивления 106 пунктов. И это уже, друзья, ноябрьские максимумы с прошлого года. Доллар растет на итогах заседания Федрезерва. Опять же, ставку не повысили, но были довольно конкретные однозначные сигналы того, что до конца этого года еще одно повышение ставки все же может быть согласовано. И в последние дни вот это ралли, которое по доллару продолжается, оно как раз собирается на отдельные заявления представителей американского регулятора, которые придерживаются жесткой методики. Это комментарии Кашкари, Гулсби, Мейстер, представителей Федрезерва, которые отвечают за отдельные региональные отделения ФРС, то есть являются руководителями этих отделений, поддерживают идею того, что раз ключевой проблемой для американской экономики по-прежнему остается инфляция, а инфляция сейчас демонстрирует тенденцию к росту из-за повышения цены на топливо, то нужно дальше действовать в плане ужесточения политики и повышать ставку снова. Кстати, Кашкари допустил возможности повышения ставки еще несколько раз, прежде чем ФРС признать, что ставка достигла пикового уровня, после достижения которого можно будет уже говорить о сроках ее потенциального снижения. Ну, два повышения ставки, мне кажется, это прям совсем чрезмерные действия, потому что ставка американского регулятора и так уже находится на высоком значении 5,5%. Если ФРС будет дальше бороться с инфляцией, то да, по мере приближения ноябрьского заседания, вероятность повышения ставки именно в ноябре будет постепенно увеличиваться, что продолжит способствовать росту доходности американских облигаций, тем самым поддерживает все позиции доллара. Завтра, друзья, нашему вниманию будут представлены данные по ВВП США, состоится выступление главы американского регулятора Джерома Паула. Очень внимательно будем следить за тем, что он скажет, потому что вполне, я допускаю, что будут дополнительные сигналы о намерениях американского регулятора не отказываться сейчас от жесткой монетарной политики. Ну, мы знаем, как доллар реагирует на подобную риторику, он по максимуму выбирает из этого фундамента и оказывается на новых локальных максимумах. Также, конечно же, мы следим за ходом переговоров относительно государственного бюджета в США, потому что до сих пор республиканцы и демократы не пришли к общему знаменателю. И раз эта неопределенность сохраняется, значит, мы допускаем, либо рассматриваем такой сценарий, что финансирование правительства и работа могут быть приостановлены уже с 1 октября, и так называемый шатдаун. МОДИС уже отметили, что если до этого дойдет, то снова снизит в очередной раз кредитный рейтинг США. Это тоже сейчас выступает попутным ветром для защитного доллара. Поэтому ждем закопления выше 106 пунктов и, скорее всего, движение, друзья, еще выше. Золото 1898. Блестяще зашортили в нужный момент этот инструмент с целями 1880-1870. Эти цели все еще актуальны, потому что индекс настроения указывает на то, что количество покупателей на рынке растет. 86% ритейл-трейдеров сейчас залезли в ланговые сделки. Рынок идет традиционно против толпы. Десятилетние облигации США также держатся на высоких значениях, оказывая, составляя значительную конкуренцию рынку драгоценных металлов, и золото явно проигрывает. Цели ясны. Я думаю, что до конца этой недели мы приблизимся к ним, если вообще не сделаем. Евро против доллара 1,0558. Наша цель 1,05 все еще актуальна. Мы продолжаем шортить евро на сомнениях, что Европейский центральный банк пойдет на дальнейшее ужесточение национальной монетарной политики. Только что сказал про потенциальные действия Федеризерва, и вот, пожалуйста, идея прямо на поверхности это контраст монетарных политик. Наверное, самая главная причина, почему евро оступился и никак не может найти почву под ногами, это крайне слабый фундаментальный фон, который каждую неделю подтверждается, заставляя трейдеров, готовится к очень затяжной, тяжелой рецессии. Причем, что впереди зимний период, когда традиционно эти риски могут быть усилены из-за неопределенности на рынке углеводородов. Британская валюта 1,2141, цель 1,20. Банк Англии не стал повышать ключевую процентную ставку, но сейчас самое интересное на рынке с цитированием отдельных представителей британского регулятора допускает возможность того, что Банк Англии пойдет на снижение процентной ставки. Здесь вообще без комментариев я уже не берусь судить действия Банка Англии, но мне кажется, это те действия, которые лишь ухудшат экономические условия в стране. Прогнозы по ОВП уже существенно скорректированы. В этом году ожидается показатель роста на 0,3%. Я думаю, что не будет положительной динамики. Мы увидим спад, и этот же спад будет подтвержден еще и в следующем году. Фунт аутсайдер, поэтому ожидаем тестирования поддержки 1,20 и потенциального снижения еще ниже. Пара доллар-иена. Здесь тоже был выбран правильный ориентир. Ожидание того, что пара приблизится к сопротивлению 150, текущей котировки и 149,04. Рост продолжается, потому что американский регулятор подвесил возможность еще одного повышения ставки. А Банк Японии, который тоже мог конкретизировать будущее действия по смене риторики, отказа от мягкой экономической политики, но это пора уже объективно делать. Из-за того, что инфляция существенно выше целевого ориентира, Банк Японии категорически не хочет признавать, что инфляция это серьезная проблема для экономики. Сохраняет эти стимулы и при, по сути, каждой возможности говорить нам о том, что беспрецедентное стимулирование, мягкая экономическая политика будет продолжена. Мы уже это обсуждали, поэтому пришли к выводу, что сейчас единственное, что может остановить рост пары, это валютные интервенции. Ждали их после того, как пара закрепилась выше 145С. Прошло уже несколько недель, что пара торгуется там. И ни одного действия, ни одного шага со стороны Банка Японии. Но эти шаги могут быть предприняты. Я думаю, что после тестирования следующей планки, это 150 иен за доллар. Вот как раз отметка 150, это наш целевой ориентир. Там уже жадничать не будем, не будем ждать 155 и так далее. Закроем позиции и будем уже ожидать более реальной на тех уровнях валютной интервенции и вмешательства со стороны японского регулятора. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok